давайте сейчас стартанем следующую игру и так и всех проигравших аргентинец ников против китайцы тимы сейчас будут будут играть давайте так я не боя не долго отойду поставлю вам небольшую фиксацию вот так а а а а а Страмбуль. Да. Ага. Страмбуль. Да. Да. Ас готова. Да. Да. Страмбуль. 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 Ас готова. Ас готова. Да. Здрав будь. Ас готова. Здрав, будь, ас готово, здрав, будь, да, да, здрав, ас готово, приказание, да, здрав, будь, здрав, будь, приказание, здрав, будь, ас готово, да, 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 здрав, будь, да, здрав, будь, ас готово, здрав, будь, здрав, будь, так я вернулся привет михалыч а знаешь это вот как простоквашина вашу маму и там и тут показывают вот именно мы и там и тут и на ю тубе показываются так что все ссылки ты можешь найти в описании стрима и так что мы видим славянин ников славянин ников и к мер тим сражаются у нас в это время что мы видим казарма добавляется по карте кстати это знакомая нам уже карта которую я забыл как называется носим от символично что и мы носим с сенота стартовали и сенотом же заканчиваем сегодняшний стрим индейка подъедает так барр надо вернуться немножечко в ритм привычный привычный ритм трансляции и так дом домики ставится закрывается панда у него в тулу есть золото есть два камня в тулу же несколько на форварде main gold хмеры напоминаю осадки и слоны имеют сильные ритурно взынок добро пожаловать ты ли это с гугейма или нет и кстати говоря очень хорошие олени есть у тима рядом с мельницы так что я думаю их использовать в ближайшем будущем если мы говорим о никове то играя за славян он делает ментов и скорее всего дальше будет может через бояр играть помните кто-то сегодня уже пытался через бояр отыгрывать индейка тут овцы отличается только внешним видом химик в остальном та же самая овечка они вот михалыч подошел добро пожаловать гейме значит не будешь подписаться от их всегда нашел нашел он ты че подписался ну окей рада видеть себя и там что же менты идут в атаку драж готов здесь только появляется казарма явно не планирует как-то агрессивно играть в дарке тим хочет скорее сделать ставку на более позднее время там не знаю на более поздние игры в например в феодалия кстати говоря который уже перешел посмотрим что он будет строить мне просто интересно то есть я пока не вижу ни одного военного здания а стрельбище добавляется до видим стрельбище золото правда нету неужели с кирмиши плюс пики но необычно все равно страта ты подставляются как же они неудачно зашли прям потом центром воютников ну к счастью большая часть юнтов его уцелела выход на золото от от тима несколько задерживается в связи с появлением на горизонте драша стрельбище только достраивается пика появляется первое в это время здесь их минус скаут минус второй скаут в это время крестьяне тоже продолжать воевать добавлять второй стрельбище пузницы пассаж не видно особо и не нужна если честно но и выход дополнительного числа крестьян на золото по идее они должны пораньше были там появиться но но лучше уж поздно чем никогда в это время ников уже феодалии тоже добавляет два стрельбища но у него уже появляются лучники все-таки драш ему помог помог быстрее быстрее встать на ноги и начать делать военных юнитов не странно но тем не пытается воспользоваться ситуации не пытается добавить например с кирмиши на мой личный взгляд хотя не он появляется 1 запоздание некоторым на мой личный взгляд я вам честно скажу все-таки все-таки был смысл как даже не знаю побыстрее с кирмиши начать строить что ли а вот видов если он только лук им будет играть от печальное зрелище будет но сомневаюсь что только лук мы увидим пока что он начинает просто разведывать территорию потому что видит он чертовски мало был занят почему был занят слушайте чем занят был его скаут если не разведкой очень как-то странно он понять не имеет о том как выглядит вражеская база им повезло наткнуться на это золото фактически вслепую но и он нигде не бегал скаутом если мы посмотрим за тима то у тима хотя бы и он свои территории по всю территорию оббегал разве непонятно крайне решителя непонятно является башенка боится ников что ему отобьют это это золото действительно это единственное его голод и поэтому опасения эти вполне оправданы обожаю деревянные ворота спасибо спасибо аргентинцы что он их поставил хотя бы за это он заслуживает победы и проходу в следующий раунд хотя бы за появление деревянных ворот наверное как ты олени гонял а туда суда влево вправо да наверное пытался погонять олени точнее уж так где там у него луки то да у него айдл он не у него не хватает дерева на производство да уж как-то пососно немножечко пососно с кирмиши уже не хватает и я думаю что скоро скоро игрок сделает перо она уже заказано ну что же пробиться все равно к никому нет никакой возможности есть только вероятность отбить это небольшая этот лес но это не критично уже кстати говоря самая личная так поставить стенку то есть вот здесь как-нибудь мутить стены это уже довольно сомнительное сомнительное занятие ах ты ж карма же придет карма же накажет он сам убил трех оленей трех оленей карл а что это за что он так их не любит ников а где твои войска он не делает войск он не делать армии вообще с него вроде уже и юн ты есть не делает по-прежнему кассива второго второй слой заводится а то там реально его пробить могут первые животные вообще я считаю что за жестокое обращение с животными его стоит наказать ставится кузница бездушный киборг машина для убийств просто я сомневаюсь в велью не знаю что это велью но маневр этот вполне логичен вопреки убеждение твоему то есть убить олени чтобы они достались врагу знаешь тактика выжженной земли вот и тут то же самое уничтожить все и вся дальше уже видно будет что-то как ведь олени то ваши соблазны их добыть перейти бы быстрее в следующую эпоху все дела правда если это игрок не сделал сразу то как правило потом он на этих оленей очень редко выходит поэтому потому что уже есть фермы как-то отвлекаться на олени такой себе одного оленя оставили а это знаете это тоже логично смотрите это чтобы он рассказал остальным о том что происходит то есть всех убить одного выпустить чтобы он рассказывал разносил слух ты вот и я о чем если есть то сразу да но так наверняка для гарантии что называется уже две пачки юнитов есть у панды ником же предпочитает похоже похоже действует на как-то иначе он все-таки сейчас делает луков он отсиживается здесь даже каменными стенками закрылся здесь ворота еще одни ставят то есть пока что отсидеть он вполне может перемены самка ну и так не знаю почему именно она допустим и я жду до переход в замке от никого шустрит спешит парень торопится в то время как тим понятное дело что быстро перейти не может другой вопрос зачем тогда было делать два стрельбища то есть вот это для меня загадка окей сделал ты два стрельбища но если ты хочешь перейти в замке еще и с камнем то зачем тогда стрельбища делал бы тогда луков и развивался бы как все белые люди по нормальным нет не захотел не возжелал он нормального развития он решил так вот как-то очень странно на мой взгляд развиваться посмотрите как красиво идут отряды первая армия вторая 1 взвод 2 взвод 3 взвод реально ников серьезно вложился ой дага тим всех перебрал тим серьезно вложился в эту пачку и и в принципе может я думаю как-то ее использовать вот только когда у врага есть будет большое количество коней а ников явно планирует играть через коней то даже не знаю пробиться все равно нельзя поставлю кстати красивый каноничный такой рынок деревянный и так попытка пробиться продолжается конюшни добавляется инженерка добавляется действительно очень серьезно вкладывается ников проблем в том что он очень быстро перешел следующий эпох крестьян у него немного значит на нон-стоп из всех этих зданий у него не хватит ресурсов у него некоторые точно будут простаивать а возможно даже конюшни будут страдать от недостатка недостатка золота и нон-стоп держать не удастся вот сейчас например мы видим что всего лишь на одного на одного единственного коня хватило золото при этом на манганелло вроде как тоже хватило а на второй конечно уже не хватает там уже проблемы возникают камень качается но очень неспешно то есть явно никакой цели взять и быстренько поставить замок тут нет а при этом я вижу что луки точнее уже даже арбалеты немножко побегали по вражескому лесу но убить никого не убить не смогли у никого есть внутренние почему их путаю у тима есть полноценный внутренний лес на которую он естественно вышел и который будет качать и думающего даже не один раз два четыре леса который находится внутри его стенки поэтому проблем с ним он точно не испытывает золото него тоже есть голова общем ситуация более чем качественные более чем хорошие тем в это время в замковую эпоху тоже переход по сути он тоже пришел замку эпоху на него еще и армии и стрелковая интересно вот как теперь все будет развиваться потому что здесь ников выходит во все подряд по моему немножечко нервничает 10 метров предположение здесь ответ не конечно добавляется так армия снова приходит манганелл идет в атаку главная цель тима это пробиться на территорию противника ников же пока что играет сугубо от обороны играет он с двумя то он центры ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй а вот тим гораздо агрессивнее появляется макс здорово гораздо агрессивнее действует он берет и ставит инженер здесь правда тут же палит эту инженерку и поэтому рыцари здесь вполне логично но убьют все что выйдет из нее между тем врыв удался манганелл ничего не делает он что есть что нету серьезно хотя бы один страйк дал но второй выходит сейчас хоть он может быть поэффективнее будет делать по идее тима может сейчас прижать двумя манганеллами просто минус крестьянка инженерка инженерка ломается нет непонятно ников не рискует возможно он боится что противник на горке и поэтому не хочет идти манганелл в атаку не хочет его сливать тратить я понимаю такое тоже стремление но вот эти врывы такой си минус три крестьяне так 2 манганелл подходит нужно убегать отлично страйк частично пробивает юнитов объединяется армией стала начинает отступать часть юнитов уже уже пробиты уже довольно слабенько поэтому еще пару таких страйков грамотных и все и и тим у нас будет убит инженерка падает они становятся все больше и больше есть один рыцарь играет он стоит он центра в то время как у никого это он центра всего лишь два то есть вот смотрите ников абсолютно пассивно действует абсолютно ничего не хотел он сделать феодалии и той же тактики придерживается и в замковой эпохи при этом у него еще и ресурс периодически не хватает у тима правда тоже ситуация не из лучших крестьян вроде как он может делать нон-стоп а вот на коней уже не хватает плюс к этому жуткий дисбаланс по золоту 6600 золота это точно не то что ему нужно ему нужно сейчас больше леса больше еды по никак не такое количество золота а это в том центре кстати говоря тоже появляются и в итоге на самом деле да у него есть три то он центра но нормально работать они не будут получается проблем на фига осадка если горстка не снесет эту пачку как тебе сказать кончик потеряют тем более коней тогда еще не было поэтому осадка это случае мощного врыва она как вполне плохо защитил панда начинает на самом деле теряться как-то в действиях а понятно он короче поторговал посмотрите сколько стоит еда час 89 стоит пища похоже вот на 1000 золота был как раз таки 500 где-то 500 ежи перевербовываться конь отлично теперь ник вырывается вперед он убил и разобрал всю вражескую армию правда лишился двух манганеллов поэтому осадка у него нужно ставить новую рискует вот рискует вовремя глупец рискует не вовремя мертвец классная фраза кстати правдивая в итоге сейчас начинается постепенный снос стрельбищ добавляется инженерка уже есть три конюшни там нету юнитов из этих конюшни то есть нонстоп не удается поддерживать и панды снова снова айдлы в таун-центрах в итоге да у него есть три тЦ а у него есть три друзья три конюшни но они не работают вот как это монастырь добавляю часть ферм и без того скудные скудные провиант сходит на нет у тима у никого к соседу тоже очень хорошо но по крайней мере у него есть армия с другой стороны тут тоже копьи сквони причем в довольно мощном количестве собраны они уже вот монахи только 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 первый заказа добавляется башня начинается что бабам упал в сети варя коник у меня тима получше выведет чем ощутимо так положим радужу никто не вычинивает давят игрокам здесь внутри домика это уже ничего важного они не сделают а наград добавляется ответ не похоже вообще у тима сейчас такая ситуация что не просто нужно накопить войска и у него есть только один шанс если он не отбивается зитар привет 911 13 коней здесь имеется ставится замок пора 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 идти в атаку из два монаха потому что идет за а стоп тим полом не он видит он прекрасно видит этот замок но он не пытается его как-то законтрите отменить поздно так возможно за собрать армию 5 монахов армия в светении армию начинает дезертировать все дела тоже протекали должны решать очень очень важно правильно так или иначе сложно сказать кто победил в итоге однако принимает решение отступить умираю умирает монах еще парочка коней здесь остается у обоих игроков уже есть 2 брона вот правда чего-то большего пока что у ребят нету в любом случае оба оба игрока сохранили часть армии но ников зато закупился на эту территорию с помощью замка большое количество ловых ресурсов панди конечно же помогает а вот золото я золото у него проблемы теперь уже с голодой проблемы но кстати он скоро сможет ответный замок а тут появляется друзья мои бояре бояре конечно не пека бояре но от этого не менее крутые ребята еще один монах бояр уже целых три четыре штуки и длительных скорость граф 3 конюшни не помогает драк продолжается привыкнулась еще один конь бояре по идее должны решать них стартовая броня не запредельная посмотрите броняку от урона четыре плюс два это шесть аппетит они сильно завершили замок правда скорее все таки будет поставлен перебывал одну парочку бояр на свою сторону вам составлен бояре уязвимый отстрел поэтому замок сейчас будет решать в этом сражении к сожалению мы не видим как там всех трагичных действий но проигрывает кстати говоря тим вот и передованный красный боярин идет атака на фермы правда больше юнитов не пройдет тут уже все-таки замок прикрывает еще один замок остается не жалею и ников идет нет ников сдалек от импов он просто хочет увеличить количество бояр рейд я думаю что скоро сойдет но нет но тем не менее айдл в экономике он создаст 3 ратуша добавляется тимом то время как здесь игра в 3 ратушу идет довольно давно и популяции 115 у тима же популяции 91 я думаю не убегут хотя кто знает минус конь минус боярин один последний выбрался из этого врыва единственно урон по экономике нанесен это главное главный цель никого было я может стоит добавить слушайте не помню верблюда у тима есть нету верблюдов нету но боевые слоны может быть могли вы или больше монахов добавить то есть что-нибудь нужно потому что конями против бояру играть самоубийство причем полная так зачем три ратуши что больше крестьян было играют обычно в 3 ратуши ну реже в 2 совсем редко 45 снова игра в 3 ратуши вроде как более-менее балансовая экономика у тима кстати говоря тима пыться в импы а ников ников тоже апается при одновременный переход правда тиму нужен второй замок скорее чем скорее тем лучше авантюрная авантюрная острота тим решает пойти на рейд но естественно пальца в итоге на перехват отправляется бояре боярине боярин слушайте забавно слова во множественном числе короче чем единственным бояре или боярин никсон переход выжил ников ников выжил да они одновременно переходят столь лишь разница то что никого два замка поэтому него в два раза больше требовал будет поэтому он побеждает сражение первичное здесь приспокойно кони умирают просто так как мы были на свет тара тара там ты и все конец коням камень правда выкачивается возможно скоро мы увидим таки второй замок добавляется еще казармы ну не знаю то есть может даже луки более уместно выглядели бы я не знаю честно скажу как это это все очень странно а пумбы здесь тоже а пумбы нет а пумбы тут чуть-чуть задерживается да ненадолго но ненадолго но задерживается второй замок поздновато идет то есть у панды сейчас дал заказан треп но здесь уже заказан 2 тем более что бояре преспокойно ворвутся и уничтожит треп а здесь этого мы не увидим то есть здесь бояре так не смогут легко сделать ногой потому что просто нету бояр слоников тоже мы не видим хотя казалось бы они довольно живучие в принципе могли бы тоже если не зарешать то помочь поспособствовать что называется так требуя идут здесь уже треб раскладывается уже разложен чему-то компании это ограничение на население стоит у тебя 75 и смысл три раза строить ну блин мы слушаем мы про мультиплеер как бы говорим там в принципе можно обойти спокойно и 1 может быть максимум двумя как-то так но в новых компаниях там полом лимит и стабильный 200 поэтому вполне нормально кстати говоря возможно будет скоро прохождение компании потому что сделаем ремейк этих компаний от одного парня который райзов сделает вылезут мод очень годно а может быть может быть в пике кстати говоря и от никого мы помним про качественную пехоту одновременно два замка ломаются постепенно пики здесь тоже появляются имповые вычинивается замок 3 3 бушек появляется 4 появляется здесь пока что игра идет в 2 3 б только только сейчас добавляется 3 4 я пока вообще не не надо не надо подумать панда тем тентин стоп 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 я куда он лезет не понимаю зачем это когда у него бонус по уничтожению бояр по-моему зря он не сделал под замком воевать это какое себе то есть кстати говоря зато он ломает сразу глазом это ему полностью здесь еще падает оба замка упадет или идиотом ну вообще выглядит все так что он сейчас в итоге бояр больше не будет но кто есть или бордист лавах привет я думаю мы еще второй раунд сейчас посмотрим все-таки победители я смотрю вы собираетесь только больше salt 1 проходить знаешь я вот вам обещаю я не берусь сказать когда я хочу я хочу все-таки проходить переделанные компании посмотреть что они свет а там всего лишь 15 пока что готова так пики воюют по моему по бояре оставшись уцелевшие бояре панда живи так под замком продолжается война замк сейчас много может пробивая большое количество так ну тут достается еще и треба с шальным шальным камнем сбила сбила пику похоже один крепчик и будет сохранить но это не точно то ли это новая арбалета то это старая арбалета но в любом случае это арбалета панда по прежнему сидит у себя на маленьком пятачке да у него есть тыловые ресурсы то у него их было много но во первых его все-таки продавили через север по северу могут очень легко врываться враги во вторых все-таки в тылах ресурсы постепенно иссякает хотя стойте у него золото кончилось в принципе да да золото кончилось у товарища никого он не видит золото фейл а это золото он кончает успешно его еще надолго хватит добавляется к замке там было четыре треба то есть вычините одновременно два замка возможно там просто крестьян не хватало добавляется чем с этой стороны мы видим что к мер добавляет стрельбище возможно будут больше некого построить чем чемпы очень легко и непременно раскидывать раз в сторону любую противника особенно если славянский чемпы особенность из коронки коронки правда мы не увидим скорее всего а кто ведь нам с опытных всех неров почему-то слон вот слоны-скорпионы были бы такой как уместно почему-то мы их не увидим снова рейды дать затем этот убил он пытался он боролся но пытается слишком поздно он выходит на новую территорию так богатыри да богатыри скачет раз два три раз два три и все и нету ребят вжух и нету ребят появляется уже чемпы экономику тема прошли буквально на сквозь экономику нету ребят на ферме часть фермы стащиной часть юнитов убежала конечно ну и там уже грызут во всю ягуары на юге тоже кстати говоря убежавшие крестьяне но это уже зачал называется друзья ну давай gg пишет команда tv24 3001 и с ним мы прощаемся на этом турнире а татах проходит во второй раунд сетки проигравших друзья давайте я вижу что вас собралось довольно много вас целая сотня между прочим напоминаю что вы находитесь на канале цель стратегии мы смотрим турнир эскейп гейминг мастерс который проходит вы жди переиздание age of umpires 2 смотрим на убийство но не как тут более эффективно себя показал по экономике тоже он лидирует камни что забавно оба игрока добыли одинаковое количество по моему это весь что у них был вот это вот число а социальная статистика больше крестьян у никого вот кстати важный момент у него 162 крестьян но это кстати даже немного перебор то есть у него на юнитах просто места в куплимите не остается и график времени мы видим что тим стабильно проседал начиная примерно со середины замковой ип